Как я пришла в ТикТок? Посмотрите, как солнце лучится на миноретах и так далее. То есть объект даже не связан с Москвой. У меня это видео за час набирает 300-400 тысяч просмотров. Это мое первое видео, его можно посмотреть у меня на странице. И таким образом я понимаю, так, значит, я в других соцсетях, например, в Инстаграме, радуюсь, когда при моих 10 тысяч, тогда это было так, подписчиков, у меня набирается там полторы тысячи просмотров, а здесь за час я говорю про объект, который вдруг выносит меня в целую армию просмотров. Я вот так пришла в ТикТок. Я сразу поняла, что потенциально не хватает вот этого вот контента содержательного, который рассказывал бы про наш мир, про нашу страну, про то, что мы не замечаем, потому что мы все работаем. То есть я таким образом поняла, что это здоровский инструмент на тему просветительства, на тему образования. Ну, плюс у меня есть какие-то знания еще свои, и, конечно же, я это транслирую и вижу, что в активный интерес. Мне все говорят всегда спасибо, и я очень благодарна, что вот при помощи такой площадки я раскрываю различные туристические места. Существует большое количество мифов о том, что ТикТок-площадка – это про эмоции, но когда я заходила туда с познавательным контентом, рассказывая про достопримечательности, про необычные места, про объекты, про архитектуру, да просто иногда даже про какую-то жизнь горожан, никто не верил, что на этом можно получить большое количество просмотров, большое количество лайков, репостов в том числе. А это так, и даже могу сказать больше, что наоборот, познавательный контент сейчас является трендовым. Здесь вы можете бесконечно много рассказывать о местах и таким образом быть известным, популярным. Меня узнают на улице. Я в целом, как экскурсовод по Москве, часто хожу по улицам, меня узнают на улице и говорят, о, это вы, тот самый человек, который снимал вот про там необычные места, и сразу люди говорят, «А, мы живем в Казани, например, или в Туле, или в Твери, и мы сами не знали, что у нас есть вот такая вот дореволюционная застройка», или мы никогда не замечали вот этот вот элемент какой-нибудь клеймена кирпича на том или ином здании. Людям это интересно. Идет перенасыщение вот этого контента, связанного с музыкой, с танцами, теми же самыми, с визажем. Поэтому здесь очень важно раскрыть глаза на то, что действительно нас окружает. Есть миф о том, что только короткие ролики хорошо заходят. Как раз-таки мне кажется, что конкурс «Страна открытий» он должен этот миф развеять, потому что ну как можно за 15 секунд снять про какой-нибудь там металлургический завод, или какой-нибудь интересный технопарк, лесопилку или что-то вроде того. Но все-таки пусть это не переваливает, например, там за 60 секунд, либо там за 70 секунд. Смотрите, ролик в любом случае должен быть простым языком написан. В ролике обязательно нужно достаточно сложные понятия объяснять простыми терминами. В таком случае не грузите зрителя, который потом будет этот ролик смотреть, какими-то там научными, техническими, какими-то словами, которые вы думаете, что вас оценят благодаря этим словам. Нет, чем проще вы будете объяснять сложные вещи, тем лучше. Есть определенная степень восприятия, и вы должны за полторы-две первых секунды в вашем ролике уже заинтересовать того зрителя, который его будет смотреть. Иначе он его пролистнет. Ведь волшебство в ТикТоке, оно заключается в том, что лентом быстро-быстро перемахивается. Если вы не увлекаете, то вас просто смахивают, и вы не попадаете, естественно, там в рекомендации. Поэтому я очень рекомендую сразу очень ярко зайти в тему, о которой вы будете говорить. Я советую в ролике обязательно обозначить себя. Причем даже, наверное, рекомендую это сделать с первых секунд, потому что говорящая голова в кадре — это всегда интересно. Если вы диктуете просто, то, скорее всего, ролик не наберет популярность, потому что всегда хочется понимать, чей же голос описывает такие интересные события. Но не балуйтесь сильно, потому что только себя показывать тоже не нужно. Нужно как-то миксовать, и современные программы монтажа это спокойно позволяют сделать. Поэтому чуть-чуть себя, и дальше описание объекта. Видео обязательно должно быть настоящим, натуральным, искренним. Вроде как вы делаете ролик на конкурсный проект, но при этом вы должны обязательно как-то свои оригинальные идеи, подачу показать тому, кто это будет оценивать. Я думаю, что сейчас идет тенденция к тому, что жюри оценят не просто креативные идеи, хороший монтаж, озвучку, а действительно оригинальную подачу материала, какой-то оборот речи. Есть рекомендация по стихотворным формам, но все-таки будьте собой, и это оценят, потому что зрителя не обмануть. Тик-ток, он очень сильно просвечивает человека, и он очень сильно виден. Еще раз про познавательный контент. Что это может быть? В целом, все что угодно, ну кто-то думает, вот, это говорит гид по Москве. Конечно же, Москва у нас наполнена достопримечательностями, объектами культурного наследия. А вот я вот здесь вот у себя там в деревне, в сельской местности нахожусь, и у меня никаких объектов нет. Я, значит, в этом ролике не смогу принять участие в этом конкурсе. Это абсолютно не так. Вы знаете, даже иногда можно высмотреть, как, например, балки какой-нибудь избы, как там с брус соединяется между собой чудным образом, рассказать историю там какого-нибудь дяди Вани, печника, или какого-нибудь человека, который делал резьбу по дереву. И это интересно. Это и есть отражение нашей прекрасной страны. Вот в таких вот мелких деталях. У нас уникальный культурный код. И все что угодно, можно из этого сделать интересный, классный контент. Что касается трендов, давайте будем разделять. Я же не про шутки, я же не про трюкачество, и конкурс наш совсем не про это. Поэтому самый главный тренд это здесь, это в знаниях, это все-таки в подготовке. Вы должны транслировать свои знания, а это уникально, что вы можете, что это тоже интересно. Достаточно быть увлеченным какой-то тематикой, космос, урбанистика, IT-технологии, для того, чтобы свое увлечение взять и передать другому. Просто вы передаете это через смартфон. Конечно, замечательно, если у вас есть навыки классного монтажа, видеосъемки, но это не обязательно. Я считаю, что главное в контенте это сила мысли, сила знания и любовь к тому, о чем ты говоришь. И у вас сразу все получится. И не думайте, что это неинтересно. Это интересно. Просто правда. Никто не верил никогда в то, что интересное, научное, необычное просто повествование, описание объектов может зайти на аудиторию, на ура и набрать много лайков. Никто никогда в это почему-то не верит и эту нишу вообще не рассматривают. Хотя на самом деле вот бери и делай. И на сегодняшний день, я не знаю, что будет через год, через два, возможно, уже вся тревел-индустрия, она уже поймет этот момент и будут они, уже не зайти будут на этот рынок, на рынок познавательного контента. И вот этот конкурс, он специально как раз, я так понимаю, что он и хочет показать, что слушайте, путешествовать — это здорово, находиться в вашем городе и видеть прекрасное — это здорово. Таким образом вы можете еще и набрать популярность, а TikTok, конечно же, все борются за эти рекомендации, все хотят попасть в рек, попасть в рек. Попасть в рек можно при помощи своих талантов и того региона, в котором вы находитесь. Я думаю, это ключ к успеху.